Они сидят и сидят, а потом сидят еще чуть-чуть. Эти существа знают, как надо убивать время. Животные, которые делают так мало, что просто не верятся. Итак, кто, по-вашему, самые большие лентяи в мире животных? Вас ждет сюрприз. Подходите ближе. Мы представляем вам десятку самых ленивых зверей в мире, начиная от склонных литургии, кончая почти коматозными. В программе «Красивое и ужасное». Бездельники – самые ленивые животные в мире. КОНЕЦ Неудивительно, что после трудного дня животным хочется поваляться и отдохнуть. Всем нужен отдых. Неважно, кто ты есть и где ты живешь. Возможность отдохнуть так же важна, как еда и вода. У большинства животных плотный график. Надо охотиться, собираться, мигрировать, догонять, спариваться, бегать, прыгать, лазить, плавать, нырять, строить гнезда и выкармливать детенышей. И если вдобавок они сумели не стать ничьим обедом, неудивительно, что им хочется отдохнуть. Ведь каждодневное сохранение жизни – само по себе награда и для животных, и для людей. Хотя в мире людей наши амбиции не ограничиваются только выживанием. Поэтому у нас любого, кто без дела таращится в пространство, стоит или валяется, считают ленивым. Однако поведением животных управляют инстинкты и необходимость бороться за существование. Они едят, когда могут. Спариваются, когда надо. Некоторые виды строят амбициозные гнезда и укрытия, а другие заботятся друг о друге. Но когда все дела сделаны, наступает время сидеть, валяться, дремать или лениво и бесцельно бродить кругами. Кто же самые главные лодори животного мира? Ответ вас удивит. Пристегните ремни. Мы отправляемся на поиски 10 самых ленивых животных на Земле. Лентяй номер 10 водится в Восточной Африке, южнее пустыни Сахара. Биологи выяснили, что его малая активность не связана с ленью. Некоторые животные сидят, чтобы сохранять калории. Другие, чтобы улучшить пищеварение. А некоторые, чтобы не перегреться. Итак, на 10-м месте нашего списка — гиппопотам. 4 метра длиной и весом 3,5 тонны, как довольно большой грузовик. Одна кожа этого животного весит тонну. С такими ногами и телом гиппопотам не может передвигаться с большой скоростью. Его формы больше подходят для плавания в воде, а также, чтобы дремать на солнце и валяться в грязи. Вот это жизнь! Теперь ясно, почему гиппопотам оказался на 10-м месте в списке ленивцев. Но не обманывайтесь. Ленивый не значит дружелюбный. Хоть он и медлительный, гиппопотам является вторым самым опасным для людей-животным Африки. Следом за диким буйволом, который часто атакует без причины. Гиппопотам часто любит свою территорию и бывает недоволен, если люди подходят взглянуть на него поближе. Некоторые думают, что гиппопотам проводит много времени в воде из-за лени. Это не совсем так. Он подвержен дегидратации, поэтому ему необходимо быть рядом с источником воды. К тому же нелегко ходить, если весишь 3 тонны, а плавание не перегружает позвоночник. Подумайте, вот о чем. Только одно наземное млекопитающее больше гиппопотама. Слон. Он может весить в два раза больше гиппопотама. Так что гиппопотаму приходится нелегко. А как насчет Солнца? Гиппопотам позаботился и об этом. Он вырабатывает защиту от Солнца. Выделяет ее вместе с потом и никаких лишних усилий. Так что у бегемотика все схвачено, а его ноздри, расположенные высоко на морде, позволяют ему оставаться под водой. А если место глубокое, они бродят по дну реки, задерживая дыхание на 4 минуты и более. Как ни странно, в воде это тяжелое животное выглядит довольно грациозно. У него даже есть перепонки между пальцами. Неудивительно, что гиппопотам живет в воде. Это ключ к его выживанию. Гиппопотамы с детства учатся плавать под водой. Со временем они делают в ней практически все. Да, практически все.